В Сыктывкарском хозяйстве пригородной в самом разгаре посевная компания. В теплице высаживают огурцы и помидоры. По словам работников, низкие температуры растения переживают без особых проблем, но расходы предприятия в морозы значительно возрастают. Борьба за урожай в репортаже Анастасии Татар. В этой теплице выращивают самый популярный сорт огурцов – раис. Первый урожай здесь планируют собрать в конце февраля. Овощеводы переживают за каждый росток, ведь из рассадника до хозяйства едва пробившиеся огурцы везут на машине в такой-то мороз. Конечно, их жалко. Они же душой выращенные. Хочется дальше им дать в жизни, чтобы они нас порадовали урожаем, цветочками своими сначала, а потом уже урожаем. Конечно, жалко, что если листочки обмерзнут, то все-таки это потеря такая. В теплицах держат одну температуру – плюс 18. Она оптимальна не только для овощей, но и для летучих гастарбайтеров – шмелей. Профессионалы из Израиля опыляют коми-томаты. Трудятся на славу. По-стахановски работают и в местной котельной. А бухгалтерия предприятия подсчитывает расходы на коммуналку и хватается за голову. Сегодня здесь часто вспоминают самую холодную ночь января. За одну ночь улетела в трубу хорошая «Жигули». Вы представляете, сколько это стоит в деньгах каждый день топить. Микроклимат здесь управляется компьютером, выставляется нижнее отопление, верхнее отопление. То есть максимум условий создается для того, чтобы растения росли. А это уже местные тропики – теплицы, где растут розы. Здесь всегда, даже в разгар зимы, плюс 22. Местные цветоводы уже готовятся к славному весеннему празднику. К 8 марта мы подготавливаемся в декабре месяце. С 20-25 числа начинаем при гибкой заниматься, обрезкой, уборкой. Делали все то, чтобы были цветы на 8 марта. По словам ветеранов производства, раньше в лютые морозы приходилось сжечь в теплицах костры. Сегодня за климатом следят компьютеры. Хозяйству нужно лишь вовремя оплачивать счета за тепло. Анастасия Татар, Виктория Палкина, Иван Богомолов, телеканал Юрген, Сыктывкар.